Девочки, случилось горе. Ну вот, только что вам говорила. Это, конечно, был шок. А я, по-моему, не смотрела этот фильм. Сейчас будем делать цвет. Сердце моё немного ноет. То ли день сегодня какой-то, то ли чё. Всем привет, мои хорошие. Начинаю новый влог. Настроение хорошее, потому что я сейчас полвторого. А я уже смонтировала два видео. Одно из них большое. Опубликовала на оба канала всё. Поздоровалась в инстаграме с вами. Уже покушала даже. Сериал немного посмотрела. И вообще, как я вам говорю, знаете, вот эти гештальт незаконченные висят у меня. Да, висят уже очень давно. Мне нужно снять видео. Видео с моего магазина. У меня очень много в магазине продаётся верхней одежды. Очень много платьев. И мне нужно всё это снять. Я хочу в отдельный ролик. То есть верхняя одежда, платья. Я хочу всё это распродать по супер-супер низким ценам. Поэтому, чтобы не пропустить эти видео, обязательно подпишитесь на мой второй канал. Там будут прям отдельные видео. Знаете, верхняя одежда в моём шоуруме. Платье в моём шоуруме. Цены прям поставлю низкие, потому что я хочу всё распродать. У меня места не хватает. И я ещё хочу продавать отдельно вещи новые. Ну, то есть новые, это понятно, да, с магазина. И ещё свои вещи какие-то, которые, может быть, я одела один раз, сфотографировалась один раз. Или сняла видео один раз. И вещи хорошие, в хорошем состоянии. Вот, тоже, возможно, буду продавать. Что-то я отдаю, что-то всё-таки продаю. То, что мне жалко отдать. Сами понимаете, дело такое. Вот, и всё это будут на втором канале. И я хочу скорее снять видео. Вот, верхняя одежда. Вот, я не знаю, что сейчас, платье снимать или верхняя одежда. Может быть, платье всё-таки или, там, верхняя одежда позже. Хотя всё, надо в один день вообще снять. Но я не могу. И, знаете, замечаю, что в моей голове очень много желания всего. И вот в моей голове очень много сил у меня, желаний, планов, всего-всего. Но физически, только недавно я это понимаю. Я ограничена. Я не могу. Я устаю. И даже бывает, когда монтируешь, сидишь, монтируешь, да, там, отвечаешь на вопрос. А, я ещё два заказа сделала с магазинов. А вы знаете, это очень непросто. На письма отвечаю, с рекламодателями общаюсь. Английский язык там, пока всё это подстроишь. Короче, и у меня башка вот так вот уже взрывается. И я просто такая тупо сажусь на диван, включаю сериал. Просто отключить хотя бы на полчасика мозг, понимаете? Чай попить. Вот, меня это расслабляет. Сегодня ещё созвонилась Кристиной с мамой. Собираемся в СПА пойти. Пока. Пока ограничения, короче, нет у нас пока в Ростове. Серьёзных ограничений надо. Сходить. А то потом будут требовать целый список документов всяких, справок и так далее. Надо идти, пока не требуют. Вот. Короче, вот я сейчас вот уже, я сейчас монтировала видео. И чувствую, у меня как уже начинает висок пульсировать. Представляете? Уже вот тут прям вот зашквар. Сейчас немного посмотрю сериал. Сделаю себе что, я не знаю, кофе. Время ещё кофе можно пить. Ещё полтора часика, да? Или уже два часа? Уже два часа, да. Ещё час могу пить кофе. Ну, и в общем-то, всё. Начинаем блог. Отдохну. И надо снимать. Надо. Поставила чайник. Решила, что я буду пить чай с вкусняшками. А кофе как-то это. Кофе, знаете, оно когда? Когда ты ещё не проснулся, ещё в голове толком ничего нет. И вот прям ты пьёшь кофе, и знаете, вот этот поток, поток всего в голову тебе идёт. И ты такой, о, готов. Потому что у тебя ещё энергии много, ты ещё ничего не делал, не устал. И прям кофе, оно заводит вот эту вот шарманку всю такую утреннюю, да? А когда ты уже устал, у тебя же вот тут вот, вот тут вот, всё-всё-всё. И кофе, вот сейчас я прям вот протест какой-то организму, кофе говорит, нет, не психологически никак. Я говорю, ну ладно, давай чай попьём с вкусняшками. А чай с вкусняшками, это больше какой-то такой вечер, знаете, такой вечер уже перед сном, ты уже как бы отдыхаешь, какие-то чаи пить. А у меня вот с чаем такие ассоциации на самом деле. Для меня чай, я же говорю, помните, я вам говорила, что для меня любые напитки, вот даже напитки и такие, это тоже антураж и всё такое. Это всё очень влияет. То, какие ассоциации, да, то есть если сказать кофе, напишите, какие у вас ассоциации с кофе, вот напишите, кофе. У меня ассоциации это бодрость, дела, энергия, ну то есть вот какие-то такие, да, а чай, вечер, друзья, вкусняшки. Опа, чувствуете уже, поэтому мне сейчас надо чаю. Сделаю себе вот такой вот чаёк, чай чёрный, апельсин, специи с аиром, ещё лимончик, наверное, добавлю сюда. Вот такой вот крем-мёд у меня есть с лимоном, имбирём, чуть-чуть добавлю. И вот такой красивый ломтик лимона. Вот я тут сижу, разложилась, чаёк у меня, мармеладки вкусные очень, вот эти вот, французский сад с соком. Вот такие конфетки, которые я брала в прошлом влоге без сахара, вкусные тоже. Победа, кстати. И сериал. Сериал смотрю на Netflix, называется «Экс». Первая буква «С». «Экс» – жизнь. Поняли, да? Какие-то смутные у меня эти впечатления об этом сериале. Ну, Netflix, этот сериал ещё в топе, по-моему, или не в топе, не поняла. Короче, я пока искала-искала, наткнулась на этот сериал. Короче, сначала смотрю, вот, знаете, такой какой-то вялотекущий фильм. Просто, простой, просто про жизнь семейную. Девушка живёт с мужем, у неё двое детей. И вот она начинает вести свой дневник про своего бывшего, значит, молодого человека, как ей было с ним хорошо. И вот в семейной жизни она начинает всё это дело вспоминать, ей начинает чего-то не хватать, ей хочется острых ощущений. Она живёт этими воспоминаниями, всё пишет этот дневник, и он, короче, этот дневник читает. Он прочитал этот дневник и начинает, короче, действовать. Вот. Муж у неё хороший, положительный, всё нормально. А тот, он, типа, был такой плохой парень, и всё такое на остроте у них было, тра-та-та. И вот он пытается, короче, повторить, удовлетворить свою жену. Жена что-то мечется. Потом в итоге она всё портит, блин, отношения, те, которые были. Потом она понимает, что её всё-таки муж нужен. Короче, вот какая-то такая эпопея. И самое интересное, что я всё время жду какого-то, знаете, экшена прям, ну, небольшого хотя бы экшена, чтобы, знаете, там что-то раз, там кто-то кого-то убил, знаете, как в фильмах бывает, или там что-то натворил серьёзное, такой, мне надо поговорить, и вот они садятся, вот они мне говорят. И какую-то ерунду говорит реально, вы знаете, такое очень простяцкое. Но я не перестаю смотреть этот сериал, потому что мне нравятся главные герои. Вот. Ну, красивые, красивые герои, очень много постельных сцен там, но не суть важна. Я пытаюсь понять, в чём прикол этого сериала. И вот я уже, ну, много серий посмотрела, и начинают в голове у меня какие-то проявляться моменты такие, да, вот всё-таки такое вот осознание. Это же часто у кого-то так бывает в семейной жизни, когда семейная жизнь надоедает, да, хочется каких-то острых ощущений, часто в период там долгий, разные люди бывают, да, но вот кого-то начинает тянуть на сторону, да, чаще всего, конечно, мужчин, реже женщин, но тем не менее, вот, какие-то влюблённости происходят, да, когда семейная жизнь опостылила, когда уже влюблённость сошла на нет, когда, может, проблемы какие-то в отношениях, а или наоборот, всё очень хорошо, и никакой перчинки, остринки нету, да. И вот, короче, и вот прям вот такая вот жизнь, вот, и как вот они делают, как они справляются, что, куда, вот, ну, как бы любопытно наблюдать, я не знаю, что будет завтра, господи, что будет дальше, я ещё не досмотрела сериал, но у меня начинают мягко появляться какие-то, ну, прям вот, интерес какой-то к этому сериалу, а так он был вообще неинтересный. Ну вот, только что вам говорила, восьмая серия. Мне нужно было вот просмотреть вот эти семь серий до этого, таких немного нудноватых, скучноватых, проникнуться всем этим, чтобы услышать вот то, что я сейчас услышала. Хорошие люди с принципами с достаточной гибкостью внутри, это мировые люди. Так, досмотрела я серию, просто конец, мягко говоря, неожиданный, но предсказуемый. Я, честно, мне до речи потеряю. Смогли удивить меня концовкой? Концовка не банальная. На мой взгляд. Серия, это вот последняя серия, какие-то у меня вот такие качели, то есть у меня сначала во, а потом вот так. Наверное, скорее всего, не скорее всего, а в 90% случаев концовка такая, как и в жизни со всеми происходит. Почему люди изменяют? Вот, пожалуйста, как я к этому отношусь? Как к реальности, которая нас окружает? Психологическая, человеческая психология. Но есть тот небольшой процент людей, которые все-таки ставят приоритеты, я бы даже не сказала, ставят приоритеты. О, у меня прекрасное сравнение, мне кажется. Мне кажется, что семейная жизнь, жизнь, когда ты выбрала одного партнера, когда вы храните друг другу верность, когда вы строите отношения, вот строительство вот этих отношений, долговременных, долговечных, именно семья, дети, планы на будущее, и состариться там в один день, умереть, и вообще существовать вместе комфортно и счастливо, это как спорт. Это как спорт, нужно быть всегда в тонусе, здесь нельзя расслабляться. Расслабляться со своими какими-то внутренними порывами, может быть, желаниями, мимолетными там эмоциями, которые могут привести куда-то не туда. И точно понимать, то есть это работа, должны быть всегда какие-то цели, должны быть планы, нужно всегда общаться друг с другом, поддерживать друг с другом, разнообразивать свою жизнь, и сексуальную, и просто интересную, и кругозор, и расти, и очень много надо насыщать свою жизнь, и ты как бы в тонусе находишься. И тогда, мне кажется, семейная жизнь может просуществовать много-много лет гармонично, классно, во всех смыслах. Я в это верю. А если ты этим не занимаешься, и не держишь себя в тонусе в отношениях, себя и своего партнера, вы оба должны быть в тонусе, а с одним это не пройдет. Нужно, чтобы оба. Должен быть такой тендем, такая гармония какая-то. Два человека должны оба понимать, что для чего они делают, и к чему они ведут, чего они хотят на самом деле. Высокоразвитые, мне кажется, должны быть люди уже, и духовные, и моральные, и повзрослевшие, и ответственности много должно быть. И при этом люди открытые. Ну, короче, очень много всего должно быть. Если не будешь себя держать в тонусе, как в спорте, да, вот в отношениях, рано или поздно может пойти все к чертям. Особенно, если ты человек такой эмоциональный, любишь какие-то экшены, интриги, людей, общения, может пойти все к чертям. Здесь нужно, здесь нужен тонус, внимательность, высокие принципы. Короче, интересно, мне понравилось, несмотря на то, что мне он казался всю дорогу каким-то вялым. Мне понравился сериал. Ой, ну что, мои хорошие, в итоге что, первая половина дня я бодрячком, я даже готова была поехать и заниматься спортом. Но все, после двух часов меня что-то это прям чуть-чуть походило, жара, поубирала, немножечко поменяла постельное белье, чуть-чуть поскладывала вещи, освободила там для съемок. Я не знаю, завтра получится. Скорее всего, может даже завтра не получится съемки уже на вторник аж, потому что на понедельник мы договорились вроде бы предварительно с девочками в СПА пойти, вот, с мамой, ну, с девочками, это с мамой, с Кристиной. Вот. Поэтому, если то, что я не сделала сегодня, а я уже не сделала, потому что я уже сейчас собираюсь выходить за Денечкой в сад, и мы идем в бассейн. Вот. Все это уже аж на вторник, потому что завтра у меня маникюрчик, коррекция будем делать. Не знаю, тот же самый сделать, или что-нибудь поярче. Хотя поярче не хочется. Может быть, просто однотонное что-то сделаю. Может, просто белое. Идея? Идея. Вот. И... А потом она сделает мне, будет обед, ну, и уже пока то, пока сё. Может, я захочу в ТЦ пошататься где-нибудь. У нас на пятницу больше ничего нет вроде. Погулять. А потом выходные с малышом. Ладно, короче, я смотрю фильм, фильм называется «Несмотря ни на что. 2017 год. Германия. Комедия. Драмы». Такой жанр. Мне посоветовала Ленусик Хэппи, моя блондиночка. Её этот фильм зацепил. Вот. Ну, и я его теперь смотрю. Я только половину, наверное, просмотрела. Ещё пока ничего не мог сказать. Пока просто любопытно. Но я уже собрала вещи, и пошлите в бассейн. Так, ну всё. Деньку я забрала с садика. Мы идём в бассейн. У нас сегодня, кстати, бассейн на 18.30 был. А к вечеру мне написали, что уже это, освободились места там. что мы можем прийти раньше. Так что мы идём к 6 часам. Сегодня мы во втором бассейне занимаемся. Тут так красиво свет падает. Солнечные зайчики красивые такие. Ой, молодец. Решила не отвлекать Деньку. А то он чуть-чуть что, сразу мама, мама. Решила выйти сюда и посмотреть из камеры. Как он там плавает. Без меня более продуктивная работа идёт. Мы пришли домой. Я жарю, варю эту картошечку в мундире, которая у меня была. И буду есть с котлеткой. И буду есть с котлеткой. Взяла вот такую икорку. Денька уже поел блинчики с творогом. Представляете, какая была встреча сегодня. Я зашла в магазин, в котором думала, продают пиво. Ну, как-то невнимательно я читала витрину. Но думаю, дай зайду, уже мимо прохожу. Уже они полгода как открыты. Я захожу туда, представляете, и там работает женщина, которая работала в итальянском... Ну, как столовая такое, итальянское кафе. Тоже там еда на вынос. Мы всё время брали, вспомните. Вот, когда мы жили на съёмной квартире. Вот. Она меня узнала. И вообще, ну, так прикольно, когда я вроде как уже родные иллюзии такие. Столько времени ходила туда. Она говорит, Денька так вырос, говорит, такой большой и встал. А хозяйка этого заведения, а она подходит ко мне, инстаграм показывает, говорит, это вы? Я говорю, да. Она говорит, а вы как-то сотрудничали с моей дочкой. Она мыло варила. А сейчас она занимается английским, преподает английский на наших районах. Вот два района, которые мне близки. Я говорю, так, давайте, где она там занимается английским? Я же ищу сейчас английский. Ну, я хочу школу прям, да, такую. Ну, посмотрим. Я готова к экспериментам, интересно. В общем, она должна была мне скинуть аккаунт. Короче, там у них еда готовая продается. И вот я взяла. Деньке два блинчика с творогом он съел. Себе взяла котлетку свиноговяжью и икорку. И еще там вкусняшку одну. Все, вот такое блюдо у меня получилось. Будем кушать. Ну, все. Модник Денька готов. Не знаю, что я его сегодня во все светлое такое одела. Захотелось мне. Кепочку чистенькую. В прошлый раз, кстати, девочки, кто-то мне писал, что руки грязные. Это понятно. Он одевает сандалии свои и подошву трогает, и все. И, конечно, сандалии одел, кепку дотронулся, и все. Руки-то грязные, если подошву сандалии трогать. Соответственно, кепка испачкалась. Это для тех, кому было интересно, почему у него были грязные руки. Все, идем в садик. Вчера, кстати, девочки, я уснула с Деней, пошла укладывать его. И просто вы не поверите. Мы уснули. Вот насколько я устала. Мы уснули. Здрасте. И открыла глаза я только в 6 утра. Просто вот тупо. Я такая думаю, ой, уснула случайно. Открываю глаза, смотрю в 6 утра. Ну, надо же было вот так вот уснуть. Чтобы вообще в 6 утра чисто проснуться. Даже в туалет не вставала. Офигеть. Ну, в 6 утра я встала и пошла к себе в комнату. И еще в 45 минут... Нет, не 45, 40. В 40 минут я поспала у себя. Потом пошла делать кофе. И уже будить день. Встала. Блин, тот день, когда ты, в принципе, молодечек. И много чего сделала. И на сегодня видосов никаких не надо ни монтировать, не выкладывать. Все уже выложено. Вот. И даже на завтра сделано. И вот я пришла из садика и залипла. Позвонила Кристинке. Предложила ей там идею видео. Вот. Но я сегодня еду на маникюр. И поэтому... И поэтому после маникюра я ей позвоню. А она уже скажет, успела она свои дела поделать или нет. Если не успела, то у меня уже другие планы. То есть у меня два плана сегодня. Вот. Один план с Кристиной. Если мы решим снять контент и в конце концов там сделать кое-что, что давно собирались. Либо если она не успеет дела порешать, то мы это перенесем. А я поеду тогда другой контент снимать. Но все для съемок, все для съемок. Все для вас. Не дня отдыха. Вот. Сейчас пью кофе и хочу помыть голову, наверное, чтобы быть красивой сегодня. Ай. Тут больно. Ай. Ну что. Я беру. Включаю радио сейчас на телефоне. Кофеек у меня здесь. Пошла мыть голову, слушать музыку. Кстати, музыка с утра поднимает настроение. Я вообще не люблю дома слушать музыку. Вот не знаю, кто меня понимает. Я люблю слушать музыку в машине. Очень. Прям обожаю. Прям без музыки. Могу ездить, но лучше с музыкой. А дома 100% без музыки. Я люблю тишину. И очень редко, я где-то прочитала в книге, что утром музыка, она типа что-то там делает, поднимает настроение и так далее. Иногда я практикую включить там радио, какую-то музыку. И замечаю, как внутри что-то интересное происходит. То есть меня не раздражает эта музыка. Но как только я вылезла из ванны, потому что я ничего не делаю, ни о чем не думаю. В ванне сижу, мою там голову. Но как только я вылезла из ванны, срочно мне нужно выключать музыку, потому что музыка и то, что в моей голове происходит. Вот это вот, понимаете, там конвейер какой-то, завод по производству вообще, идей, планов и всего-всего. А музыка вот отвлекает. А в машине тоже я еду и так стараюсь ни о чем не думать. Музыка как-то тоже отключается немного мозг. Короче, сейчас включу. Слушала в ванне радио, какое? Правильно, Монте-Карло. Чем мне нравится радио Монте-Карло? Мне вообще нравится музыка, которая там, вот какая-то, блин, раньше другая. Это же, ну, такие Монте-Карло, более такие старые какие-то песни. Я всегда кайфую, если где-то вот в такси включено радио Монте-Карло, я кайфую. Вот, ну и сейчас решила включить. Сначала включила Energy, там что-то болтовня какая-то была. Я включила Монте-Карло и кайф. А еще классно, то, что там иногда информацию дают какую-то. Вот сейчас я узнала про, короче, мировое кино, рубрика «Мировое кино». И рассказывали про фильм, я так понимаю, «Бегущий по лезвию». Типа считается, типа, самый лучший фильм в истории фантастического, научно-фантастического. Сейчас передаю своими словами. То услышала там, вот это слушала, что-то слушала. Я так поняла, что сначала написали книгу, вот. Потом режиссер решил это все дело снять. Я так поняла, он не читал что-то там сценарий, вот так описывали, что-то он там не читал, а чисто на своих фантазиях о представлении о будущем снял фильм. И первая картина, которая была в 80-каком-то там году, она провалилась, она была с хэппи-эндом. А спустя 10 лет еще одна картина была с открытым концом. Вот. И она, типа, там вообще, типа, признана лучшей. А я, по-моему, не смотрела этот фильм. Хочу посмотреть. И вообще есть 7 версий этого фильма. Вот. Но, типа, вот старый, спустя 10 лет, вот эти два основных, я так поняла, остальные уже реплики, что ли. Ну, в общем, посмотрю, прям даже интересно стало. Вот, сейчас зашла, смотрю «Бегущий по лезвию», 1982 год, трейлер. Слушайте, там молодой еще актер этот, не помню его фамилию. Короче говоря, хочу посмотреть и старую версию, и потом с открытым концом версию. Получается, это там уже 10 лет, 92-й, что ли, год, если 10 лет спустя. Короче, есть тут русские, я даже смотрю версии. В общем, знаю, что буду смотреть в ближайшее время. Напишите, кто смотрел фильм этот. Где еще вам покажу свой лучок. Вот. Это, кстати, костюмчики я заказывала на Алике или на Джуме, точно не помню. Сюда. Босоножки такие вот, сандали. И уже вид более серьезный. А волосы, кстати, никогда было мне сушить, поэтому я просто их пожмакала и даже не досушила. На улице сейчас жутчайшая жара. Я не стала красить ресницы. Я накрасила только бибикрем с SPF 15. Волосы, короче, корень засушила, кончики не засушила. Еще даже их намочила немного, вот так пожмакала, чтобы они высохли в таком волнистом состоянии. И, в принципе, ничего. Я помню, что как-то после Дона или речки, или озера какого-то, не помню, волосы не стала трогать, и они прям такими красивыми кудряшками заплелись. Я прихожу домой, смотрю, думаю, это красота. Особенно, когда длинные волосы. Классно. Ну, если еще соленые, знаете, соленая вода, немножко оно так еще засушивается, стоит. Ну, сейчас посмотрим, как будет. Будет, если бы я просто засушила и так не вытянула бы расческой их, то бы они немножко такие пушистые были. А если они такие завернутые, то уже вроде как так и надо. Все, сейчас мы едем с вами делать маникюр. По дороге буду думать, что же я хочу на своих ручках. И кофе надо взять, мой любимый. И плюшку, потому что я еще не завтракала. Ну что, мои хорошие, идем. Идем. По моему стандартному маршруту вообще. Вы уже, наверное, его выучили, да? Маникюр, кофе, вкусняшка. Сейчас не знаю только насчет вкусняшки. Надо чуть соленая, наверное, взять, потому что в прошлый раз сладкое и сладкий этот фрапурчино, это жесть была просто. У меня мозги слиплись туда. Вот. Идем. Время есть. Абламинго, девочки, нету. Представляете, шоколада. Я не наслажусь холодным кофе. Туда поеду? Поеду. Пойду. С конкурентом. То ли день сегодня какой-то, то ли что. У конкурента тоже меня не порадовали. Сделали мне какой-то горький кофе. Попросила добавить и сироп, и молока еще сверху, чтобы горький не был. Вот. Тоже у них все позаканчивалось. Сейчас времени там много провела. Одна девочка ушла в магазин, потому что что-то закончилось. Вторая была на другом вообще, и, короче, она такая дала мне плюшку и ушла. И я, кажется, стою уже минут 5-7, и не понимаю, где она. Нахожу ее, говорю, девушка, вы мне ладо будете делать? Она такая, сейчас я доделаю тут тосты какие-то, а потом вам буду делать. Я говорю, вообще-то я опаздываю. Короче говоря, не там, не там сегодня, мне не понравилось. Сейчас будем делать цвет. Плюш, ты, мои хорошие, сделала я вот такой вот маникюрчик молочный. Сначала думала сделать белый, на самом деле, цвет, но она мне накрасила кусочек беленького, да, и что-то как побелка он прям смотрится. Я говорю, а есть что-нибудь понежнее? Сделала один прозрачно, говорю, нет, это очень нежный, молочный. И потом поискали, и вот такой нашли цвет. Он такой белый, но при этом он какой-то молочный, что-ли. Ну вот прям то, что я хотела. Вот, так что с молочными ногтями. Я сейчас еду, нарисовался тут курьер, просто пропущенный звонок, перезваниваю, мне говорят, посылка у вас. Я даже честно не знаю, что за посылка, от кого, но я мчу. А сейчас созвонилась с Кристинкой, мы будем снимать видео. Помните, в прямом эфире одна из подписчиц прислала денежку нам, вот, и у нас получилось в итоге 10 тысяч рублей она прислала. И я Дэнке уже купила подарочек в одном из прошлых влогов, да, и у нас осталось 6 тысяч, а сейчас распродажи, и вот я хочу снять отдельное видео, такой шоппинг-влог, что мы там будем мерить, искать, и что в итоге мы на распродаже купим, вот. Так что такие дела. И Кристинка и выезжает сейчас в торговый центр из дома, а я еду в сторону своего сейчас дома вообще, чтобы забрать посылку и снова возвращаться в центр, короче. Девочки, случилось горе. У меня упала камера, и она всё-таки разбилась. Я в жутком шоке. Вот тебе подарочек. Да нет, я к тому, что подарок на сегодня. Сегодня подарок дня. Как так ещё и так вот упала, да? Упала, прямо на сколько раз у меня падала. Это потому, что вот здесь кафель грёбаный. Всем доброе утро, мои хорошие. Как вы уже поняли, вчера произошёл ужас ужасный. Страшное-страшное произошло. Я, конечно, была в шоке вчера. У меня разбилась камера. Вот, и честно, я реально была в шоке. Я давно не испытывала какого-то такого внутреннего ужаса, небольшого, мимолетного. Но я не устаю за собой наблюдать и удивляться некоторым реакциям. Я, да, у меня, знаете, сердце сжалось вот так вот, когда камера выпала у меня из рук. И просто прям об кафель ударилась вот так вот. Это, конечно, был шок. И нужно было снимать, продолжать видео и не отвлекаться. Первое время, первые полчаса, час было тяжело, потому что я не могла сосредоточиться вообще ни на чём. Вот. Но, в конце концов, уже через часик я расслабилась, уже начала принимать какие-то решения, что мне дальше делать с камерой. Нашла сервис Sony, у нас в Ростове позвонила. Они сказали, что с понедельника, ну, там, мастеру звонить, да. Не знаю, сколько будет стоить замена вот этой линзы. Но в ютубе, в роликах я посмотрела где-то треть самой камеры. То есть тысяч десять мне будет стоить починить эту камеру. Но я её починю тысяч за десять, если это будет стоить, конечно же. Вот. Но это всё время. То есть, а пока это время... Что у меня? Это отсвечиваю? Это отсвечивает у меня в глазу. Я думаю, что у меня в глазу такое большое, а я не чувствую. Видно же вам? Короче, у меня вообще мысль была, что... Мне надо и телефон менять. Вы видите, какое качество съёмки на телефон? Какие цвета ужасные, как прыгает там свет, какой звук? И я вчера весь вечер изучала, в общем, телефоны разные, камеры. Уже на телефонах хорошая стабилизация, хороший звук, камера намного лучше, чем сейчас у меня. Уже по три-четыре камеры там сзади делают. В общем, пока эта камера будет у меня ремонтироваться, у меня пришла идея купить себе новый телефон в целом. Сначала я подумала, что можно взять айфон, но осенью выходит новый айфон. И, знаете, это погоня всегда за новинками какими-то. Я думаю, нет смысла, наверное, брать себе сейчас 12-й айфон, чтобы осенью вышел там 13-й или 12-й с. Ну, если 12-й с, то ладно, ещё там неплохо, да. Хотя 12-й не лучший вариант. Ну, короче, подумала сначала айфон. Потом с айфонами я на самом деле не очень дружу, и у меня нет погони за айфонами. Я решила посмотреть, что же вот Huawei, Xiaomi, Honor, что новое. Короче, изучала вчера ролики до трёх часов ночи, поэтому я не выспавшаяся. Но сегодня я думала, может быть, пойти куда-то в торговый центр, в Amvideo или куда-то, и реально самой посмотреть камеру, сравнить с моей вот этой камерой. Потому что, когда я покупала свой телефон, который сейчас снимаю, здесь камера была просто превосходная. Это была лучшая камера на тот момент, когда я снимала. Сейчас на мой телефон даже чехла не найдёшь, понимаете? Они говорят, это старинная модель, да потопная. Вот, хотя я покупала его за 40 тысяч. И тогда это было очень дорого. Вот, сейчас, конечно же, уже, ну, выше цены, и 50, и 60, и за 90 можно купить. Мне нужна, конечно же, и память большая. Короче, я думаю, айфон брать. Ну, айфон, если брать, то, наверное, только осенью новый. Вот, либо взять Android, который я уже привыкла. Вот, только хороший какой-то. Вот, я уже отошла от этой боли. Но такую камеру в любом случае, даже новую, я бы купила, потому что она очень удобная. Влоги продолжать снимать надо, и пока что потерпите, мои хорошие. Влоги буду снимать на вот эту камеру. А что делать? Но постараюсь в ближайшее время решить этот вопрос, и все вам показать. Слушайте, все равно же терять нечего. А что, если я зубочисткой сейчас отковыряю вот эти осколки? Вдруг будет все видно. Привет, крошки! Меня там видно? Сейчас, это я расковыряла чуть-чуть совсем. Сейчас еще больше расковыряю. Может, и не надо вот менять? Слушайте, ну, мне кажется, ну, как бы внешне даже, ну, честно, обеспаливо даже где-то. Мне кажется, что сейчас у меня очень хорошо видно и слышно, и все работает. И это какая-то маленькая радость, супер лайфхак. Я даже не знаю, честно говоря, блин, может, даже так лучше меня видно? А то, вы представляете, линза была. Вообще интересно, может, меня сейчас по-другому как-то видно. Сейчас я пойду посмотрю, как меня видно, и вернусь. В общем, крошки сейчас попыталась испытать спектр эмоций всяких разных. Думала, что это решение будет. Видите, выбрал, вытащила стекло поверхности, которое здесь. Но, на самом деле, все теперь смазано, и ничего не видно. Еще, кажется, и плохо слышно, хотя это не должно влиять на звук. Может, я как-то записывала не так. Ну, короче, все равно надо линзу менять, и, к сожалению, лайфхака не получилось. Я думала, уберу это все стекло, и оно будет лучше даже показывать. В общем, короче, вот такая ситуация у меня на сегодняшний день. Сейчас я смонтирую для вас это видео, и собираюсь поехать посмотреть, какие камеры, какое качество. И, возможно, что-то возьму. Вообще, еще с мужем хотела посоветоваться. Он у меня больше разбирается во всякой технике, и все такое. Что вообще он скажет, вот, потому что... Ну, он как бы за айфон, может быть, в каком-то смысле, да. Но, опять же, что-то вот айфон осенью новый выйдет. Может быть, уже стоит новый брать. А с другой стороны, как бы, айфон я не дружу. Ну, короче. Вот что впереди нас ждет. Что же я все-таки выберу и куплю? И вам покажу, расскажу, посоветую. Все, мои хорошие, всем пока. Сердце мое немного ноет. Но мы не будем обращать на это внимание. Будем продолжать жить. Всем пока-пока. Люблю вас. Субтитры сделал DimaTorzok